Медиагруппа Авангард представляет Мы занимаемся внедрением наших корпоративных решений у заказчиков И сегодня я расскажу вам и покажу небольшое демо о том, как мы можем детектировать, расследовать инциденты безопасности с помощью наших решений КАТА, EDR и Касперский стендбокс Начнем кратко с архитектуры наших решений Если мы говорим о КАТА и EDR, то это решение, которое работает в первую очередь с копией трафика То есть мы никак на него не влияем, мы его не модифицируем, а сканируем входящую почту Входящий сетевой трафик на наличие угроз Плюс собираем информацию с рабочих станций, так называемую телеметрию По телеметрии мы понимаем информацию о запущенных процессах Информацию об операциях с файловой системой, с реестром Мы собираем Windows Event Log события И также информацию о сетевых соединениях, которые инцелировались, либо же были входящими на рабочих станциях После того, как файлы попадают на центральную ноду, в узел, который занимается категоризацией объектов Которые мы в дальнейшем будем анализировать Часть объектов отправляются в песочницу, если они могут быть проанализированы в песочнице Также эти объекты проверяются технологиями детектирования на самом центральном узле Плюс ко всему наши агенты, это может быть Касперский endpoint security с категоризным модулем IDR-агенты Либо же стендалон IDR-агенты, они отсылают данные на центральную ноду И наш движок под названием IWA, Indicator of Attack, производит анализ входящих данных Что такое IWA? IWA или Indicator of Attack, это адаптированная версия хантов, которые используются в нашем сервисе КМП На втором ряду сидит Сергей Солдатов, автор этого сервиса Часть правил детектирования, которые используются сервисом КМП, адаптированы и добавлены в логики детектирования ката И на основе этих хантов мы также формируем события безопасности В случае, если у вас несколько офисов, несколько больших офисов, это большой заказчик Мы можем также активировать так называемую иерархическую структуру И в таком случае использовать несколько центральных узлов для того, чтобы проводить расследование инцидентов И в качестве консоли управления мы используем одну главную центральную ноду, один главный центральный узел Второй продукт, о котором я сегодня буду вам рассказывать и показывать, это наш новый Касперский сэндбокс Это песочница, которая получает объекты на анализ от рабочих станций Дело в том, что КАТ и EDR автоматически не получают файлы с рабочих станций на анализ То есть офицер безопасности может запросить файлы с рабочей станции, но автоматически они на анализ не приходят По этой причине мы предлагаем использовать также еще одно решение под названием Касперский сэндбокс Работает одно достаточно просто При обращении к файлу на рабочей станции, обращении к пользователям В первую очередь агент отправляет хэш этого файла в сэндбокс и запрашивает информацию, есть ли этот хэш в кэше сэндбокса Проверялся ли он до этого В случае, если в кэше есть эта запись, то вердикт о вредоносности или невредоносности объекта возвращается пользователю И, соответственно, принимается решение сблокировать файл, либо же не блокировать его В случае, если же файл неизвестный, он отправляется на анализ в песочницу, анализируется И в случае, если файл обнаруживается как вредоносный, в таком случае рабочая станция обращается к КСЦ, Касперский секьюрис центр И автоматически запускает задачу на устранение угроз Что мы можем сделать автоматически? Мы можем просканировать критичные области рабочих станций Не только той, на которой был обнаружен вредонос, но и также тех остальных рабочих станций, которые также подключены к сэндбоксу Посканировать критичные области, сблокировать файл, удалить его с рабочей станции, отправить на карантин Что представляет собой демо стенд? Демо стенд – это рабочая машина, на которой установлен Касперский endpoint security И в нем активированы два модуля Это модуль EDR, агент EDR, и модуль, который отвечает за работу с песочницей Плюс у нас на стенде установлено ката с активированным модулем EDR Кат мониторит сетевой трафик, почтовый трафик EDR, соответственно, смотрит то, что приходит с рабочих станций Итак, поехали В общем-то, стандартная атака У нас есть пользователь, к которому приходит фишинговое письмо В котором предлагается скачать файл Ссылка на файл Почему? Сразу, наверное, возникает вопрос Почему мы не задетектировали его катой в почте? Ответ очень простой Это личный почтовый адрес пользователя, который мы не проверяем Мы смотрим только тот трафик, который относится к корпоративным Соответственно, пользователь копирует эту ссылку Переходит по ней И скачивает файл на рабочую станцию После того, как файл скачен Пользователь запускает его И на рабочей станции происходит некая вредоносная активность В этот момент, после того, как файл был запущен Он отправляется на анализ в песочницу в касперский санбокс И через некоторое время он будет задетектирован как вредоносный И удален с машины Но поскольку файл до этого был неизвестен Мы не знали о нем Мы получаем сработку только в песочнице Но файл не блокируется То есть он производит какие-то вредоносные действия И для того, чтобы их расследовать Мы в дальнейшем будем использовать Кату и EDR Итак, у нас произошла сработка на рабочей станции И в логах к SC мы можем видеть То, что файл LiktDraft.exe, который мы запускали Был обнаружен как вредоносный И в дальнейшем он будет заблокирован от запуска Уже на остальных рабочих станциях Но для того, чтобы понять, что происходило на рабочей станции Между запуском файла и его детектом Я предлагаю использовать нашу Кату и EDR Соответственно, мы открываем веб-интерфейс Каты И здесь мы видим стандартный дашборд Информацию о новых угрозах Это все кликабельно Но самое интересное находится в закладке alerts Переходим на эту закладку И в ней мы видим три инцидента Три сработки Это сработка от песочницы Каты То есть файл, который был обнаружен как вредоносный Он задетектирован здесь Также у нас есть сработка на подключение Подключение к удаленному вредоносному ресурсу И сработка правила индикаторов атак Для того, чтобы понять изначально, что это за файл Мы переходим в детекцию бакса Видим здесь информацию о том, откуда пришел файл Информацию о его размере Хэшах Если это была сетевая сессия То метод, по которому был доставлен файл Пост или гет Источник файла И там машина, на которую он был скачен И также в разделе саденбокс Мы видим информацию о том, что файл делал Как вы видите, помимо всего прочего У нас есть два детектора в Windows 7 Это так называемый quick scan mode и full login mode В чем отлично? По умолчанию мы запускаем каждый вредоносный файл Потенциально вредоносный Эмулируется в двух режимах Полное логирование и internal events Так называемые частичные логирования В чем отлично? В режиме полного логирования Мы логируем все вызовы API Все события, которые происходят внутри песочницы Внутри виртуальной машины во время эмуляции В то время как в режиме quick scan Или internal events Мы логируем только потенциально подозрительные активности Которые определенным образом предзабиты нашими экспертами Соответственно, quick scan mode Производит эмуляцию быстрее Но дает меньше информации о детекте Full login mode наоборот происходит чуть дольше Но дает больше информации Поэтому предлагаю раскрыть Full login mode И посмотреть внутри Внутри у нас есть список подозрительных активностей Которые были обнаружены на рабочей станции Во время На виртуальной рабочей станции Во время эмуляции И также Древо процессов С информацией о том, как процессы запускались К чему обращались во время эмуляции И так далее А также информация о сетевых подключениях Которые были выполнены во время эмуляции И информация о DNS запросах Которые также выполнялись во время сессии эмуляции Соответственно, здесь мы можем видеть Что подозрительный файл Который был задетектирован как вредоносный Запускает c-скрипт.x Это приложение, которое выполняет С помощью командной строки Выполняет скрипты И, соответственно, скрипт С неким названием C16CVBS Запускается на рабочую станцию После этого Мы можем посмотреть Сетевое событие, которое также относится К этой сработке Как мы это поняли Во время эмуляции Мы также задетектировали обращение К этому подозрительному ресурсу Backway.info.ru Обращение к нему было выполнено Во время эмуляции в песочнице Соответственно, мы можем посмотреть Сетевое событие Орловой репутации Сработку на него И третье событие, которое у нас есть Это событие индикатора атак Давайте посмотрим, что он из себя представляет Здесь у нас есть источник данных Это endpoint, на котором была сработка И есть информация о результатах сканирования Это название того ханта Который сработал в рамках детектирования этой угрозы И если мы кликнем по нему То на новой странице получим подробное описание того Что из себя представляет эта сработка И простейшие рекомендации По тому, как действовать дальше Как проверить, что это действительно Боевая сработка или нет И, собственно, что примерно делать Направление того, что офицеры безопасности делать И затем мы маппим все это на технику Mitra И, соответственно, с сайта Mitra Мы автоматически подтягиваем информацию О техниках и тактиках Которые использовались в рамках этой сработки И также у нас есть информация О потенциальной ложной срабатывании Соответственно, отсюда что мы можем сделать Поскольку у нас есть информация с рабочих станций телеметрия Мы можем, нажав на кнопку events Поискать информацию о том Что происходило на рабочей станции Поискать те события, которые относятся к этой сработке И кликнув по ней, мы получаем в данном случае две сработки Это запуск двух процессов Ранделель 32 и запуск командной строки И если мы кликнем по одному из них То в таком случае получим доступ к всему киллчейну Собственно, получим визуализацию всего того, что происходило на рабочей станции Ниже под киллчейном у нас есть информация о процессе С какими параметрами он был запущен Когда, какой файл являлся родительским Какой процесс являлся родительским Размер файла и процесс ID этого процесса Ну и, собственно, время и дата, когда он запускался И сейчас, если мы кликнем по рабочей станции В этом случае мы сможем выполнить с ней определенные действия Помимо всего прочего, мы можем изолировать рабочую станцию от сети Для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение угрозы Мы ее изолируем И затем можем прокликать по графу Далее для того, чтобы посмотреть Что зачем запускалось И визуализировать весь киллчейн Собственно, мы это делаем И в итоге приходим к файлу leaked data.exe Это тот самый файл, который был затектирован как вредоносный С помощью санбокса И это тот самый файл, который был запущен на рабочей станции Изначально, во время атаки C-скрипт, в итоге Visual Basic Script Запустил пять различных инстансов командной строки И если мы раскроем все из них Мы сможем посмотреть, что каждый из процессов Командной строки делал на рабочей станции И в данном случае мы видим, что было инициировано подключение К внешнему ресурсу, который мы уже обнаружили Также на рабочей станции создались файлы В данном случае мы видим, что некоторая супер-секретная информация Была записана в файл 1.dc И в данном случае это событие Это эмуляция попытки эксфильтрации данных с рабочих станций Забыл сказать, да, тот сэмпл, который я использую в рамках этой сессии Это тестовый сэмпл, это нереальный вредонос И по этой причине мы только эмулируем различные вредоносные активности Собственно, после этого что мы можем сделать? Мы можем убить процесс на рабочей станции Мы можем удалить файл с рабочей станции Забрать с рабочей станции файл и так далее По этой причине я предлагаю посмотреть, что находится внутри только что созданного файла И командой getfile мы забираем его с рабочей станции Помимо всего прочего мы можем выбрать Отсылать этот файл на анализ автоматически Либо же не отсылать В данном случае я выбрал отослать И мы видим, что в технологии геймиката данный файл не был задетоксирован как вредоносный И следующее, что мы можем сделать, это скачать его на рабочую станцию офицера безопасности Открыть и посмотреть, что находится внутри Все файлы, скачивающиеся через веб-интерфейс каты Скачиваются в запарольном архиве Пароль стандартный infected Он стандартный для всех наших продуктов И соответственно внутри документа мы получаем информацию о том, что было украдено В данном случае это супер секретная информация Если мы пойдем дальше по графу, мы увидим следующее Во-первых, мы удалим этот файл с рабочей станции И выберем отправить нотификацию пользователю о том, что этот файл был удален После этого мы запускаем следующую команду Мы переходим на следующий процесс CMDXA И видим, что он создал еще один файл под названием 2.dc И после того, как мы заберем файл с рабочей станции И откроем его, мы увидим информацию о том, что это фактически файл etc.host Который был скопирован в другой документ Для того, чтобы в дальнейшем увести его с рабочей станции Также вводим пароль, открываем файл и видим etc.host Также после этого мы его удаляем с рабочей станции Для того, чтобы превратить дальнейшую эскалацию атаки Все выполнено После чего переходим к родительскому файлу, с которого вся атака началась И пытаемся удалить его с рабочей станции Но в данном случае это не получается, потому что файл уже удален Агентом Касперский endpoint security После того, как Касперский sandbox детектировал его как вредоносный Теперь мы переходим в алерты И последнее, что осталось сделать, это закрыть сессию связи с внешним миром Мы можем поискать процесс, который запустил подключение к вредоносной ссылке В данном случае она была открыта в Microsoft Edge И в Microsoft Edge мы выполняем команду убить процесс И таким образом останавливаем атаку Мы удаляем правила изоляции машины для того, чтобы подключить ее обратно к сети И теперь я предлагаю открыть рабочую станцию и посмотреть, что происходит на ней И что осталось на ней Итак, я подключаюсь к PRDP к рабочей станции И здесь мы видим, что Edge закончен Сетевой трафик разблокирован И в папке Downloads, откуда запускался вредоносный файл, пусто То есть все файлы, все объекты, которые относились к атаке, удалены с рабочей станции Теперь для того, чтобы проверить, действительно ли работают правила блокировки Я еще раз скачиваю вредоносный файл И пробую его запустить И при попытке обратиться к нему Я получаю сообщение о том, что файл уже используется другой программой Процесс занят И через буквально секунду он будет удален с рабочей станции С помощью нашего Касперской Endpoint Security Папка пуста И самый последний момент, и очень важный Для того, чтобы исключить ложные срабатывания И блокировку белых файлов Кэш, с помощью которого мы блокируем файлы на санбоксе Живет 24 часа И через 24 часа он сбрасывается Но для того, чтобы предотвратить дальнейшее использование данного файла в атаках Например, если через 28 часов пользователь захочет его скачать Мы можем сделать следующее Ката все обнаружения сделаны только песочницей То есть это говорит о том, что у нас нету сигнатуры, у нас нету записи в репутации Автоматически публикует в КПСН Касперский Private Security Network Это копия нашего КСН на стороне заказчика Она публикует результаты в КПСН автоматически После чего все наши продукты, которые подключены к КПСН Это и агенты, и наши серверные решения Автоматически блокируют запуск данного конкретного файла На этом, коллеги, у меня все Если у вас есть вопросы, буду рад на них ответить Спасибо